Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Бывают ли такие автомобили, в которых есть все и сразу – и вместительность, и комфорт, и надежность? А если бывают, то тогда с чем приходится мириться и сколько за это надо заплатить? Вы на канале «АвтоСтронг». Разобраться в этом нам поможет Hyundai Santa Fe первого поколения. Не ожидали такого поворота? Скажите, пожалуйста, вот с какого перепугу Hyundai Santa Fe первого поколения может привлечь внимание человека, который хочет купить автомобиль? Вот эта машина привлекает ваше внимание. Но в принципе мы сегодня не об этом. Мы не будем нахваливать либо ругать эту машину, а расскажем о проблемах, с которыми можно столкнуться при выборе и эксплуатации данного автомобиля. Ну что, поехали! О дизайне кузова судить не будем. Вообще Santa Fe – это первый кроссовер от Hyundai. Кузов не рамный, а несущий. Платформа называется Sonata YF. Итак, кузов Santa Fe – это самое главное, на что стоит обратить внимание. Хорошие новости. Металл здесь почти весь оцинкован, поэтому сильно и глубоко не ржавеет. Но надо обратить внимание на пороги. Там снизу есть сварной шов, который первый готов превратиться в труху. Но что самое интересное – глубокая коррозия на металл возле шва не перекидывается. Ещё нужно придирчиво осмотреть весь пластик и уплотнения в дверных порогах. Именно под этими уплотнениями и пластиком собирается всё то, что протирает краску и вызывает коррозию. А следом неторопливо рыжеют нижние уголки дверей изнутри. На задней двери всё аналогично. Периметр вот этой большой накладки. Со временем покрывается рыжиками. Все машины, которые приехали к нам из США без заднего дворника. Это хорошо, потому что посадочное отверстие дворника быстро обрастает коррозией. Коррозией размером с ладонь. Нет дыры – нет проблем. Другое больное место кузова – это задние колёсные арки, то есть их края и стальные брызговики. Коррозия здесь бушует и разрушает металл до дыр. Менее интенсивно ржавеют передние арки. Но здесь главное не упустить момент перекидывания коррозии на опорные стаканы амортизаторов. Днище до дыр не ржавеет, разве что на машинах, которые годами подвергались воздействию воды, грязи и реагентов. В основном коррозия поверхностная, что на полу, что на подрамниках. Кстати, оригинальный глушитель десятилетиями противостоит коррозии. Он до дыр не ржавеет. В поисках коррозии стоит также осмотреть периметр всех наружных молдингов, включая накладку на капоте. Вот так называемую фарш-радиаторную решётку. Дело в сколы краски на капоте, а именно кратеры, рыжеют, но это не приводит к серьёзным вспучиваниям краски. В самых запущенных случаях коррозия появляется под уплотнительной резинкой заднего откидного стекла и в желобе на крыше под пластиком. А бывает так, что коррозия разъедает отверстия под болтовые соединения рейлингов. Затем вода просачивается внутрь и попадает на обшивку крыши. Иногда встречаются поломки ручки задней двери, если её интенсивно и подолгу дёргать в мороз. Также неприятности могут коснуться ручек боковых дверей. Если всё-таки перестали работать электрические компоненты дверей, то есть замок либо стеклоподъёмники, то тогда придётся разбирать дверь и обновлять проводку, которая со временем рассыпается. Поговорим о двигателях Hyundai Santa Fe первого поколения и начнём с редкодизельной модификации двигателя 2.0. Этот мотор был разработан итальянской компанией VM-Motori и является абсолютно адекватным и понятным мотором с топливной системой Common Rail. Его, кстати, выпускали по лицензии в Корее и устанавливали на Chevrolet местной сборки. По со впрыском Common Rail от Bosch справится любой приличный сервис. С диагностикой форсунок никаких проблем нет. ТНВД тоже очень живучий. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор двигателя 2.0 CRDI. Обязательно посмотрите. Бензиновые двигатели этого поколения Santa Fe являются лицензионными копиями двигателей Mitsubishi. Рядные четвёрки объёмом 2.0 и 2.4, как в нашем случае, порадуют консервативных владельцев чугунным блоком цилиндров. Но расслабляться не стоит. Ремень ГРМ стоит менять каждые 60 тысяч километров, если вы используете не оригинал. Также не стоит забывать, что есть ещё ремень привода балансирных валов при обрыве, который затягивает под ремень ГРМ. И это зачастую заканчивается плохо. Также не стоит забывать о качественном масляном сервисе, потому что балансирные валы могут заклинить. А также из-за загрязнённого масла начнут цокать гидрокомпенсаторы. Некоторым владельцам пришлось заменить их все. Также при больших пробегах на этих моторах традиционно не выдерживают резиновые уплотнения и масло начинает сочиться из-под клапанной крышки, попадая на блок цилиндров, а также заливая свечи. На этих моторах иногда шалят датчики распредвалов и датчики детонации. Следующий двигатель – это мотор V6 объёмом 2.7. Собственная разработка компании Hyundai. Хотя, скорее всего, компания вдохновилась японским 2.5 V6. У того двигателя легкосплавный блок цилиндров. Он надёжен, беспроблемен, не считая, если не считать, проблемные заслонки изменения геометрии впускного коллектора. Суть в том, что заслонки прикручены к оси парами винтов. Эти винты могут открутиться и улететь в цилиндры. Чтобы решить эту проблему, надо выкрутить винты и закрутить их с нанесением фиксатора резьбы. Но если при этом будет обнаружен люфт оси заслонок, то тогда ось надо снять и установить ремкомплект из втулок. Также 2.7-литровый V6 охотно течёт маслом по клапанным крышкам. Также при пробеге более 300 тысяч километров понадобится заменить маслосъёмные колпачки, которые начнут пропускать масло в цилиндры. Иногда встречаются Santa Fe с 3.5-литровым мотором. Эти машины в основном привезены из США. Этот двигатель является копией двигателя Mitsubishi. Условно беспроблемный мотор, но проблемы всё же есть. Проблемы такие как обрыв ремня ГРМ и десантирование винтиков заслонок, изменение геометрии впускного коллектора. Всё остальное как у других моторов. Сопливые клапанные крышки, недолгоиграющие датчики распредвалов, также не очень долго живут сальники валов. А экономия на моторном масле может убить гидрокомпенсаторы, маслонасос и даже привести к проворачиванию вкладышей. Hyundai Santa Fe, завезённые из Европы, очень часто укомплектовывались механическими коробками переключения передач. В целом, трансмиссии надёжные, но всё-таки могут загудеть. Проблема решается. Надо поменять муфты синхронизаторов. И, кстати, некоторое время с завода Hyundai Santa Fe первого поколения с МКПП оснащались двухмассовым маховиком даже в паре с бензиновыми двигателями. Двухпедальные Hyundai Santa Fe оснащались четырёхступенчатым автоматом под обозначением F4A42. На полноприводных автомобилях по сути та же трансмиссия, но обозначение другое – W4A42. Это копии агрегатов Mitsubishi. Очень надёжные и славятся ремонтопригодностью. Но при пробеге после 300 тысяч километров, пожалуйста, готовьте деньги для дорогостоящего ремонта. Также на протяжении жизни трансмиссии прислушивайтесь не только к пинкам, но и шуму в трансмиссии. А если вы водитель агрессивный, то тогда будьте осторожны. Планетарная передача может не выдержать. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. А вот редкие версии Santa Fe с двигателем 3.5 оснащены трансмиссией F5A51. Это хрупкая трансмиссия, и мощный мотор её может вывернуть буквально наизнанку и выпотрошить все потроха. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошая новость. В «АвтоСтронге» вы можете теперь купить не только БУ, но и новые запчасти. Обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на сайт и заказывайте. Будем рады вам помочь. А также не забывайте подписаться, если ещё не подписаны, на наш TikTok. Там очень много юмора, технической информации и много всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. При осмотре Hyundai Santa Fe на подъемнике следует продолжить поиски коррозии. Стоит осмотреть подрамник. Он может быть реально ржавый, но хуже всего, если коррозия повредит его опорные точки. Также не стоит игнорировать топливные и тормозные трубки, то есть коррозию на них. На полноприводных Santa Fe к АКПП прикручена раздатка. Так вот, со временем раздатка начинает течь маслом со стороны АКПП. Чтобы решить эту проблему, недостаточно заменить только левый сальник. Придётся снимать ещё правую крышку раздатки и менять внутренний сальник, который вплотную прилегает к вискомуфте. Добавим, что если на полноприводной Santa Fe будет обнаружен люфт правой полуоси, то совсем не лишним будет снять раздатку, разобрать её и оценить состояние шлицов полого вала, который соединяет промежуточный вал с вискомуфтой. Вискомуфта, подключающая привод на заднюю ось через карданный вал, встроена в раздаточную коробку. Зубьями на её корпусе она соединена с ведущей шестерней углового редуктора. Таким образом, в этом кроссовере никакого электронного подключения задней оси нет. При больших пробегах вискомуфта перестает работать и Santa Fe становится переднеприводным автомобилем. Но выясняется это обычно слишком поздно. Вискомуфта перестает блокироваться, так как находящаяся в ней силиконовая жидкость вытекает в корпус раздатки. Тогда в масле появляется светлая примесь. Это происходит из-за того, что корпус раздатки трескается. Некоторые очень редкие сервисы помогают решить проблему с заполнением вискомуфты новой силиконовой жидкостью и предотвратить её вытекание. Напорный и обратный шланг гидроусилителя частенько запотевают по штуцерам. Не стоит медлить заменой шлангов, потому что это запотевание превращается в течь жидкости GUR. А если будет в системе низкий уровень жидкости, то это приведет к быстрому износу насоса. Подвеска здесь независимая полностью. Что удивительно для автомобиля, который не оснащался системой стабилизации. В версиях со слабыми моторами у этой машины задние барабанные тормозные механизмы. Ресурсу расходников подвески можно сказать не особо, потому что первой заменой опорных подшипников и силиконов приходился на пробег в 100 тысяч километров. Если устанавливали не оригинал, то спрогнозировать ходимость сложно. Но пары силиконовых передних рычагов и их шаровые продаются и меняются отдельно. Оригинальная шаровая стоит всего лишь 15 долларов, а оригинальные сайлентблоки 20-25 долларов. Передние сайлентблоки рычагов передней подвески крепятся к подрамнику двумя винтами. Гайки под эти винты находятся в самом подрамнике. Частенько при замене сайлентблоков эти гайки ломаются, то есть они там еще приварены. Так вот, чтобы заново их приварить, надо в подрамнике выпиливать вот такое вот смотровое окошко, чтобы заново их приварить. Далеко не всегда на СТО слесари заваривают эти отверстия. Вдобавок, если заваривают, то вот эти сварные швы здорово корродируют. Кстати, много усилий уйдет на замену втулок переднего подрамника. Дело в том, что крепежные скобы прикручены к моторному щиту и доступ к ним ограничен. Чтобы поменять эти втулки, придется приопускать подрамник настолько, насколько это возможно, то есть как позволит выхлопная труба, ну то есть труба глушителя. И затем, если болты не закисли, вслепую можно их открутить. Цена одной втулки – 4$. Задние колеса крепятся на двух поперечных рычагах и одном продольном. Вот эти крохотные сайлентблоки и пальцевые шарниры отдельно не продаются, но служат довольно долго. По оригиналу каждый из этих рычагов стоит примерно 40-60 долларов, а вот этот сайлентблок примитивный поперечного рычага стоит по оригиналу 40 долларов. Ну что, какой-то короткий обзор у нас получился. Да, Hyundai Santa Fe с живым кузовом – это прямо находка. Если нужен недорогой и надежный семейный универсал, и он часто идет, кстати, с полным приводом, то корейский автопром может прийти на помощь. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».